Добрый день, друзья! Меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах. В этом видео расскажу немного про визу J, то есть J-виза. Самая известная программа это Work and Travel, когда на лето приезжают студенты, работают в США, и в последний месяц они могут путешествовать. Но сразу скажу, что эта программа самая знаменитая, но она не единственная. У визы J есть несколько категорий. По этой визе могут приехать несколько практикантов, работников. Первая подкатегория называется Au-pair. Это люди, может студенты, может нет, которые будут работать нянечками, сиделками, то есть сидеть с детьми, ну тоже налито или на несколько месяцев. Предполагается, что студенты между своими занятиями во время каникулы это сделают. Следующее это работать в лагерях, в детских лагерях. Тоже в основном это иностранные студенты, приезжают налито, работают в детских лагерях в США, учат язык параллельно через общение с американскими детьми. Следующее это практикант. То есть это человек, который уже может закончил учебное заведение в своей стране, его вызывают в Америку на практику. Ему тут работу никто не предлагает, но ему предлагают несколько месяцев практики. Идея такая, что потом он вернется в свою страну, и это ему поможет в дальнейшем карьерном росте. Следующее это профессора, которые едут работать в университеты, и также научные работники, которых вызывает университет, но не на постоянную работу, например, они работают над каким-то проектом. Он должен приехать на несколько месяцев, они поработали, он уехал. Учителя. Учителя в университет, в колледж тоже приезжают по J-Bizzi. И самое последнее и основное, это, конечно, work and travel. Это работа для студентов на лето. Эта программа очень хорошая, по моему мнению. Почему? Она дает возможность молодым и немолодым людям, кстати, нет ограничения по возрасту, тоже хочу заметить. Она дает возможность приехать в США, поработать здесь, посмотреть, какая здесь жизнь. И именно увидеть ее с профессиональной точки зрения. Когда вы приезжаете как турист, ну, в основном всем все нравится. А когда вы уже работаете где-то, у вас складывается более четкое понятие, что от вас будет в будущем ожидаться, если вы решите остаться в США, где вы можете работать, где вы можете жить, какая стоимость жилья и прочее, и прочее. Очень много людей нам пишут, хочу переехать в США, хочу жить в США. Но эти люди ни разу не были в США. И, может быть, их ожидания не оправдаются. Может быть, это не так, как они себе это все представляют. Особенно сейчас очень много разных видеоблогеров, которые показывают, как тут хорошо, как тут все классно, все ездят на хороших машинах, все живут в домах, вот тот дом, тот дом. На это все надо заработать денег. И уже только начав работать здесь, человек может оценить свои возможности. Не смотреть, сколько кто-то заработал, в какой период времени, а уже понять, сможет ли он это заработать, если да, то в какой период времени. Ну и также я до этого делала видео, говорила, что здесь другая культура работы, другая культура ведения бизнеса. То есть для многих наших соотечественников какие-то моменты вызывают удивление. Здесь все более четко, все более жестко, но и результат совсем другой. То есть работают много, ну и получают за свой труд соответствующую компенсацию. Все, кто хочет приехать в США, просто посмотреть, поработать для опыта. Или кто молодые люди, кто думает, закончу университет и приеду, и потом там останусь и буду искать работу. Я, конечно, советую приехать по J-визе вначале, посмотреть. Если это ваше, то добро пожаловать, обращайтесь к нам в офис, звоните, приходите. Мы с вами обсудим, как вам можно задержаться здесь. Интересуетесь эмиграцией в США? Подписывайтесь на наш телеграм-канал для получения актуальной, своевременной и, главное, полезной информации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!